Привет, мир! Мы, анонимы. Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов ЦРУ в бешенстве. После того, как самая смертоносная тайна этого шпионского агентства, в настоящее время находящегося в состоянии войны с президентом Дональдом Трампом, теперь раскрыта всему миру, и следующая ложная террористическая атака для прикрытия своих преступлений, может наступить как раз на этой неделе. Международная организация по сбору утечек Wikileaks опубликовала крупнейшую в истории публикацию более 8000 секретных документов ЦРУ. Вольт-7, ЦРУ-инструмент для взлома, показав, что это шпионское агентство фактически создало и проводило обширное электронное наблюдение за сетью по всей территории США, не имеющей аналогов в наше время, и превратило даже самые безобидные устройства, телевизоры, телефоны, компьютеры, смарт-устройства, автомобили и тому подобное, незаконные инструменты шпионажа. До публикации Wikileaks этих секретных документов ЦРУ, лидер организации Джулиан Ассанж, 3 марта отправил электронное письмо в Национальный совет по безопасности президента США Трампа шифровальным ключом, чтобы открыть архив, в котором хранилось более 8000 документов. Это привело к тому, что Трамп пришел в ярость. Менее чем через 24 часа, обвинив бывшего президента Барака Обаму в незаконном удержании его под наблюдением. Разгневанный президент Трампа, также ФСБ, изучили эти секретные документы, ЦРУ раскрывающие, что это шпионское агентство создало эксплойт, чтобы ложно вовлечь Россию в хакерские преступления, которые она никогда не совершала и не могла совершить. Созданный ЦРУ эксплойт, призванный обвинить Россию в совершении преступлений, был спроектирован при посредничестве инженеров Google, которые провели по крайней мере 427 встреч в Белом доме в течение президентства Обамы. И на заключительном этапе его разработку передали компании по кибербезопасности под названием CrowdStrike, в которую Google Capital вложил 100 миллионов долларов. Что касается того, что CrowdStrike сделала с этим эксплойтом, нужно помнить, что на последних президентских выборах в США Викиликс выпустила то, что теперь называется письмами Подесты, которые всколыхнули компанию Хиллари Клинтон из-за ее многочисленных шокирующих откровений высокой преступности и коррупции в рамках не только компании Клинтон, но и всей демократической партии. Как Викиликс получил письма Подесты? В первую очередь через недовольного чиновника демократической партии по имени Сет Рич, который был рассержен из-за выборов, которыми манипулировали против сенатора Берни Сандерса. Вскоре после того, как он передал эти проклинающие электронные письма Викиликс, он был убит. Викиликс предложила вознаграждение в размере 20 тысяч долларов за поимку убийцы, которых так и не нашли. Менеджер компании Хиллари Клинтон, Джон Подеста, до убийства Сета Ричеза заявил, что я определенно являюсь примером подозреваемого в утечке, независимо от того, есть ли у нас какая-либо реальная основа для этого. И сам основатель Викиликс Ассанж сказал, что Россия не причастна к взлому письмам Подесты. В ФСБ не было никаких сомнений в том, что этот демократ-информатор был убит Клинтонами или силами Обамы за утечку этих вредоносных документов. Однако шокирующим образом 22 декабря 2016 года всего за месяц до прихода к власти президента Трампа Краудстрайк выпустила отчет, в котором утверждается, что инструмент эксплойт, использовавшийся во взломе демократической партии и писем Подесты, переписан для телефонов Android. Это вредоносное ПО появилось в приложении, используемом украинскими артиллерийскими подразделениями. И что этот отчет призван показать, что хакерский инструмент, используемый во взломе демократической партии, также используется, чтобы убивать украинцев, борющихся с российскими сепаратистами. Они назвали его Фенсибир и обвинили Россию в создании этого инструмента. В своем самом упрощенном изложении Краудстрайк утверждала, что российская разведка ГРУ создала эксплойт Фенсибир для установки на телефоны Android украинских артиллеристов, чтобы при их использовании определить их местоположение и убить. Также этот эксплойт был обнаружен во взломе демократической партии. При этом главная проблема этого возмутительного утверждения заключается в том, что это было неправдой. И об этом также миру поговорили в Министерстве обороны Украины. Когда американские компьютерные эксперты начали расследование этого невероятного заявления о том, что Россия создала эксплойт Фенсибир, они отметили, что эта финансируемая Google-компания, по кибербезопасности явно выполнявшая эту работу бесплатно, не потрудилась поговорить с создателем программного обеспечения Android и по своей сути создала почти полностью соответствующий описанию и срокам отчет, угодный режиму Обамы. Еще более важно отметить, что ни Краудстрайк, ни Демократическая партия не позволяли экспертам по компьютерной безопасности контрразведки из Федерального бюро расследований даже посмотреть на сервера, подтверждающие, что этот эксплойт Фенсибир вообще существовал. Но даже когда это фальшивое сообщение от Краудстрайка, обвиняющая Россию во взломе Демократической партии, оказалось ложным в течение нескольких часов после его выхода, режим Обама, тем не менее, быстро подхватил его и еще более фатально испортив все ложными сообщениями. По сути, их можно описать следующим образом. Они просто перечисляли каждую группу угроз, о которой когда-либо сообщала эта коммерческая компания по кибербезопасности, и в создании этих угроз обвинили российские соединения, возглавляемые российскими разведывательными службами, не предоставив никаких подтверждающих доказательств того, что такие соединения существуют. Можно было бы логически подумать, что излишние обвинения режимом Обамы, сообщения о российских взломах будут полностью дискредитированы, и это охота наведать им, закончится. Но верить в такое было бы неправильно. А американские пропагандистские средства массовой информации использовали эти две лживые новости, чтобы испортить репутацию президента Трампа, и, как всегда, говорить американскому народу, что им думать. И с Викиликс в настоящее время доказано, что на самом деле создатель этого эксплойта хотел дискредитировать Россию. Поддержка Обамы и Клинтон американской мейнстрим-пропаганды и ложных новостей в очередной раз выбирающие ложь вместо правды шокирует. CNN даже не потрудилась информировать своих зрителей о более чем 8 тысячах секретных документов ЦРУ и о том, когда письма по Десту были опубликованы. Они безбожно лгали американскому народу. Никто ничего не говорил, но репортеры могли их читать. Мы анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас. И maybe even some of the good guys, too. Using the Internet of Things and devices in homes around the world. It has the intelligence community on a hunt for the leaker of sensitive tradecraft and detailed computer code. Корреспондент Benjamin Hall in London tonight with a story that continues to develop at this hour. The CIA can hack our televisions. This just one of the many revelations breaking from a new WikiLeaks dump of thousands of apparent CIA secrets. Fugitive Julian Assange and his secret spilling organization has posted over 8,000 documents online which they claim show how government spies can penetrate, infest and control phones, computers, even self-driving cars. Experts say exposing tradecraft like this is a major blow. When you lose this capability, which you will when your adversaries discover what you're doing, it's a real compromise and it's really damaging. The CIA's Center for Cyber Intelligence is based in Langley. WikiLeaks say the documents were obtained from a, quote, isolated high security network at the facility. The trove, bearing names such as Assassin and Medusa, had been circulated among former U.S. government hackers and contractors, one of whom, quote, recently gave the archive to WikiLeaks. Among the disclosers that some CIA hacking methods could be made to appear as if the hacks were perpetrated by other countries, including, as named in the documents, Russia. Apple was also supposedly targeted, amid claims the CIA has an entire division devoted to hacking Apple products, as well as the ability to bypass encrypted messages. A reminder that it took the government months to finally get into the San Bernardino shooter's iPhone. If this intel is legit, and analysts believe it is, it would be another hit to the U.S. intelligence community. The U.S. intelligence community. The U.S. intelligence community.